Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акцизы на топливо вырастут. Кубань заняла пятую строчку рейтинга лучших российских регионов по качеству жизни. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Вплотную за столицами по уровню качества жизни следует Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. Анализ проводился по основным аспектам качества жизни – уровень доходов, жилищные условия, здоровье и уровень образования населения. Также учитывались уровень развития малого бизнеса и транспортной инфраструктуры. Наведение порядка в сфере торговли – это не только запреты и штрафы. Стихийным рынком на курорте бой, а для добросовестных предпринимателей надо создавать комфортные условия для работы, требует от служб глава нашего города. Во время очередного объезда Сергей Сергеев побывал на Северном рынке, где осмотрел, как идет благоустройство территории. Северный рынок – территория законной торговли. Пожалуй, одно из самых популярных мест в Анапе, особенно в летний период. Сергей Сергеев останавливается и беседует с предпринимателями. Здесь их небольшой бизнес – постоянный источник дохода. Главе не безразлично, какие взаимоотношения царят в предпринимательской среде и какие есть проблемы. Сергей Янин, в чем оперативном управлении находится рынок, рассказывает главе Анапы о планах. Здесь планируем сделать пожарный выход, еще один, для того, чтобы у нас получилось замкнутое кольцо по пожарникам и заодно привлечение отдыхающих для удобства и оживления вот этого сектора от 15-го ряда до 18-го. Потому что вот эта зона, она немножко сейчас не осталась. И еще, значит, по пропускной способности. Летом, летом, антитеррористические мероприятия должны быть, но они и сейчас должны быть на высоте, а летом, когда здесь много людей, это основное место устремления. То есть должны быть дополнительные какие-то выходы. У нас силы дополнительные. Нет, и выходы, чтобы не скапливалось много людей. Благоустройство – вот что требуется этой территории. Большая проблема. Во время сильных дождей торговые ряды, расположенные в низинной части рынка, топят. В прошлом году здесь начали строить ливневку. Нижняя точка здесь, там высока. Как там затакливается, вся вода здесь. Я взял сюда, поставил два насоса. Два насоса здесь, четыре насоса. Это первое. А они справляются? Ну, если раньше здесь от двое суток надо было, чтобы сошла вода, то сегодня часов шесть пока. В этом году предусмотрен второй этап строительства – ливневой канализации с укладкой асфальта и благоустройством. Сначала навести порядок, а затем грамотно распределить торговые площади. И не просто штрафовать участников стихийных рынков, а предложить им альтернативу. Кроме того, глава Анапы Сергей Сергеев поручает закрепить за муниципальным предприятием улицу Северную. Субботники благоустройства озеленения – набор задач, которые выполняют все службы администрации на своих закрепленных участках. Кому не страшен кризис и безработица? Самые востребованные на Кубани профессии определили в краевой службе занятости. Больше всего вакансий – почти 2500 – предлагается на рынке труда для врачей различной специализации. Много вакансий для медицинских сестер и фельдшеров. Высока потребность и в педагогических кадрах. Более 600 вакансий ждут учителей и 500 воспитателей. Не менее востребованы рабочие профессии – водители, слесари и продавцы. Сельхоз предприятия региона готовы принять на работу трактористов, виноградарей, садоводов и овощеводов. В свою очередь строительным организациям требуется электромонтер, штукатуры, арматурщики и каменщики. В целом, банк вакансий краевой службы занятости предлагает сегодня почти 30 тысяч вариантов трудоустройства на постоянные рабочие места. Во Всероссийском детском центре «Смена» проходит большой детский кинофестиваль. «Смена» для ребят, интересующихся кинематографом, проходит при поддержке Министерства образования и науки России. 300 школьников со всей страны знакомятся с профессиями режиссера, актера, продюсера, сценариста, мультипликатора, фотографа, оператора и другими. Зимняя детская киноакадемия собрала самых интересных актеров и режиссеров, чтобы они поделились своим опытом с молодыми дарованиями, которые в дальнейшем могут стать известными людьми. Происходит объединение вокруг этой темы здесь. Вот даже ребята все приехали, все из разных, сколько друзей теперь они стали, сколько вокруг всего. Все растут и пусть даже хотя бы из них 10% дойдут реально до профессии кинематографиста в том или ином качестве. Но у них уже появляется своя связь, они уже появляются вместе. У нас индустрия как такова еще не то что не развита, она только зарождается, прямо именно зарождается. В принципе, кто сегодня сидели, эти ребята, это те, кто, наверное, первые будут в индустрии ее поднимать. По словам организаторов, выпускники киноакадемии войдут в новое российское сообщество «Киносмена», первым проектом которого станет фестиваль детского и молодежного кино. Он пройдет в Анапе уже в августе 2016 года и соберет лучшие работы детских и молодежных киностудий на одной площадке. В Анапе приводят в порядок почтовое отделение на улице Лермонтово, отреагировав на критику главы города. Во время рабочего объезда Сергей Сергеев побывал в отделении, получив обращение от анапчан. Жители отметили улучшение качества обслуживания. На фасаде почтового отделения по адресу Лермонтово, 80, свежая побелка. Около двух недель назад глава Анапы Сергей Сергеев побывал здесь, получив обращение от жителей. Он предложил в том числе как-то обновить внешний вид. Грязное, как ногами по стенам стучали. Неужели, я понимаю, что они уже до того, да, зарплата маленькая у оператора, у почтальона, но в субботу принести известь и побелить помещение, в котором я работаю, я бы, допустим, там не смог сидеть. Во-первых, они этим дышат, сидят. Во-вторых, вот это вот все давит. Освещение, там, если Роспотребнадзор попросить, там люди в очередях стоят, освещенность там ниже нормы будет в три раза. Неужели нельзя на стену повесить телевизор и поставить три банкетки, чтобы человек мог включить Россия-24 и пусть новости смотрят целый день. Уже как-то по-другому будет, уже уютнее будет в помещении. Ну что ж там вешать, там все это, ну, в последний раз белилось, наверное, лет 15 назад. Вместе с тем горожане во время встречи с мэром говорили о том, что им здесь приходится подолгу стоять в очереди. Минимум четыре надо, чтобы обслужить такой массовой. Для того, чтобы сфиксировать, надо зарплату тратить. Я знаю, ну, это же надо ставить вопрос. И дальше, ну, сколько же можно не деваться. Я живу в этом доме. Почту записываю в прессу, они приносят два раза в неделю, в среду и в субботу. Сергей Павлович, ну, это как бы, чтобы не высказали, ну, что это, просто не ехать. Ну, только три в год надо сделать. Они не сделают, это только мы, если сделаем. Почему она два раза в неделю носит? У нее зарплата 6 тысяч рублей. Я понимаю. Ну, что-то надо делать, ничего-то такое. Как в скрепт приходишь. Ну, правильно, делать что-то надо. А наобчане признают, что за две недели изменить ситуацию коренным образом невозможно, но отмечают при этом, что начало положено и перемены уже заметны. Очереди меньше. Быстрее обслуживают и приносят извещения. Раньше вообще не приносили. Недавно ту дырку заделали, недавно. Мне 63 года, застойно годы. Хоть каждый год ремонт делали. Вообще России богато стыдно. За две недели. Не могу сказать за две недели. Как рассказали в городской администрации, обращения горожан принимаются и рассматриваются на регулярной основе. Если речь о муниципальных службах, реакция может последовать незамедлительно. С федеральными или региональными службами поддерживается контакт на уровне руководства. В любом случае, работа идет на результат. Госдума приняла закон о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. С 1 апреля этого года в расчете на 1 литр автомобильного бензина акциз повышается на 2 рубля. Ставки акцизов на прямогонный бензин повышаются вслед за этим, чтобы избежать предотвращения заинтересованности в нелегальном производстве автомобильного бензина. По предварительным оценкам, при сохранении текущих мировых цен на энергоносители и при текущем курсе рубля до конца года объем выпадающих доходов может превысить 2 трлн рублей. Это более чем серьезная ситуация, в которой правительство задействует все возможности для сокращения образовавшегося дефицита, отметил на заседании Госдумы замминистра финансов России Юрий Зубарев. Жители Витязевского округа приглашают на День здоровья. В субботу, 27 февраля, в сельской амбулатории номер 8 проведут прием терапевт, а также врачи наиболее востребованных специальностей. Все желающие смогут измерить рост, вес, артериальное давление, пройти экспресс-анализы и ЭКГ. Прием будет проходить с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok